здравствуйте дорогие друзья предыдущий ролик у нас был по спасению вот таких вот замечательных растений купленных магазине или например которые вам подарили на 8 марта а сегодня мы поговорим о черенках винограда потому что задавали много вопросов поставили такие череночки в воду и ждут образование корней и почему-то эти корешочки не образуются смотрите первое это но черенки у нас долго хранились да и их нужно было целиком замочить чтобы они набрались влаги второе вот этот срез перед укоренением надо обязательно освежить не ставить так черенок как он у нас был на хранение третье нужно еще вот сделать бороздочки надсечки небольшие такие продольные каким-то острым инструментом и это облегчит образование колеса и потом из этого места уже пойдут быстрее вот эти корешочки если у вас очень тепло в комнате то сначала образуются листья и только потом уже корни это вот такое состояние наших черенков как когда они за счет питания вот в этих стебельках выгоняют быстрее вот эти почки но в принципе виноград успевает все-таки дать и корни до тех пор пока завянет вот этот вот листочек то есть пока не все он еще питание отсюда использовал для того чтобы было более ускоренное образование корней можно какие-то корни стимуляторы туда добавить вот например корни сил такой препаратик пожалуйста можно вот фитоспорин туда немножечко добавить это фитоспорин с добавлением гуминовых веществ и гуминовые вот эти вещества они тоже стимулируют образование корней можно даже их совмещать по норме все сделайте там нормы есть на упаковочке и у вас образуются эти корешочки быстрее смотрите еще вот какой вопрос задавали а появились соцветия на этих черенках это вполне себе оправдано потому что это зрелая веточка и она у нас выпустил вот этот вот бутончик что с ним нужно сделать да конечно обрезать нам эти бутоны не нужны нам нужно чтобы было просто нормальное укоренение и растение зря не тратило силу нужно не будет у нас подносить мы этого не допустим так что вот дорогие друзья все так несложно вот так баночки можно дождаться образование корней а потом посадить какие-то стаканчики горшочки и уже после того как минует заморозки пересаживать в сад можно уже в таком виде посадить сразу в горшочек в землю и накрыть каким-то полиэтиленовым пакетом ну или посадить в более просторный сразу горшок и накрыть скажем ответной частью 5 литровым бидоном то есть вот таким способом можно размножить эти черенки винограда а как эти черенки винограда заготавливать как их зимой хранить смотрите наш другой сюжет по ссылочке с татьяной викторовной талызиной и вы там все увидите еще всех хочу пригласить на семинары которые состоятся у нас библиотеки ленина 14 марта в 12 часов они абсолютно бесплатные и там вам будут тоже рассказывать на интересные темы и вы получите очень полезную информацию например как обрабатывать сад весной а вторая тема это будет новинки в области законодательства которые касаются наших садовых товариществ мы с вами и частные собственники и как значит члены этого товарищества нам какие-то эти нормативные акты знать необходимо вот приходите пожалуйста библиотека ленина улица варварской дом 3 в 12 часов абсолютно бесплатно мы вас все ждем